Отставной полковник ГРУ освободился из колонии в Мордовии. Во вторник освобожденный по решению суда отставной полковник Владимир Квачков впервые переступил порог Мордовской колонии и вышел к ожидавшим его родным, друзьям и прессе. Фото Станислав Красильников. ТАСС напомним, что до окончания срока заключения он не досидел совсем чуть-чуть, всего несколько месяцев. Но вышел за ворота колонии Владимир Квачков в связи с декриминализацией 282 статьи за экстремизм, по которой его осудили. Журналистов, которые встречали вчера отставного полковника на свободе, конечно, больше всего интересовали его планы на будущее. Владимир Квачков рассказал, что никаких противоправных действий он не планирует. Минус. В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны. У меня уже 10 лет лежит почти готовая докторская диссертация. Тема, конечно, закрытая, общая теория специальных операций вооруженных сил. Мне кажется, очень актуальная работа и не устарела. Надо только чуть-чуть обновить цитаты и хочу защищаться. Даже монографии и статьи по этой диссертации опубликованы. Так что намеренца искать звание доктора наук кандидатом, то я давно устал, рассказал Квачков. А еще Квачков добавил, ни в какую партию я вступать не буду, никакую партию организовывать не буду. Вся моя дальнейшая деятельность будет направлена на пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей. На это потребуется еще лет 25-30, не меньше. Во церковлять русский народ буду, заявил отставной полковник Гру. Напомним, что имя отставного полковника стало широко известно после того, как его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса. Примечательно, что в серьезность обвинений тогда не поверили ни средства массовой информации, ни два состава присяжных заседателей. После того, как судьи из народа дважды оправдали полковника, он физически не успел воспользоваться плодами такого вердикта суда. У меня уже 10 лет лежит почти готовая докторская диссертация. Тема закрытая. Теория специальных операций вооруженных сил, сказал Квачков. Его тут же, на выходе, обвинили по другой уголовной статье, более суровой. 9 лет назад в 2010 году Владимира Квачкова со шумом вновь арестовали уже по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Следствие работало долго. В 2013 году за то, что якобы несколько пенсионеров, вооруженных арбалетом, под его руководством отправились в поход, конечной целью у которого было покорение столицы, Квачкова приговорили. Минус. Суд признал бывшую жену Джигарханина виновной в слэшке за мужем. Он получил 8 лет в колонии строгого режима. Когда срок близился к концу, повышенную бдительность проявили органы Мордовии. По их версии, заключенный Владимир Квачков сам записал некое видеообращение неизвестно для кого, потом неизвестные граждане вынесли видео из колонии, передали другим неизвестным, которые выложили его в сеть. За эту очень странную запись заключенному Квачкову в августе 2017-го военный суд добавил полтора года колонии строгого режима по статье 282 Уголовного кодекса РФ. Полковника признали виновным в возбуждении неизвестного кого ненависты или вражды. Происшествие правосудия суд филиалы РГСредний Волгопфо Мордовия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова